Состояние и перспективы отечественного местного производства обсудим с председателем Мясного Союза Казахстана Максутом Бактибаевым. Он находится на прямой связи со студией. Максут, доброе утро, спасибо, что с нами. Скажите, из каких отечественных товаропроизводителей формирует казахстанский рынок мясной продукции? О каком количестве компаний вообще идет речь? Доброе утро, Вера. Доброе утро, уважаемые телезрители. Нужно разделять виды мяса, то есть если говядина производится 50% личными подсобными хозяйствами, 50% фермерскими хозяйствами, представленными около 20 тысячами фермеров и 100 крупными компаниями в виде откормочных площадок и мясокомбинатов, то, допустим, мясо птицы производится всего лишь порядка 30 птиц с фабриками. Баранина производится также, как и в аналоге с говядиной, то есть около 10 тысяч фермеров крупных и большие мясокомбинаты. Свинина производится крупными птиц свинокомплексами, их около 25 в Казахстане. Канина производится всеми, то есть вы знаете, что она самое дешевое мясо в Казахстане по себестоимости. Но из-за того, что вкусовые качества очень высокие, она стоит дороже всех. А достаточно вообще вот этого объема, чтобы обеспечить население республики качественным и доступным мясом? По статистике и по факту говядина, баранина, конина мы обеспечены на 100%. Если говорить о мясе птицы, то примерно половину мы до сих пор импортируем из США, Украины и России. Ну вот если говорить об экспорте мяса, есть ли какие-то сложности для вывоза в соседние страны продукции? И насколько вообще наша продукция востребована за рубежом? Ну вот по состоянию 1 декабря Казахстан уже экспортировал порядка 29 тысяч тонн мяса. Это примерно 3% от всего мяса, которое мы произвели. Из них 16 тысяч тонн это говядина, 4 тысяч тонн это баранина, остальные это мясо птицы и другие виды мяса. Продукция достаточно высокий спрос, ввиду того, что у нас по себестоимости она дешевле. И во-вторых, качество оно традиционно занимает очень высокие категории, потому что все знают, что Казахстан это натуральная, органически чистая продукция. Ну какой-то вообще контроль ведется за балансом между объемами экспортируемого мяса и того, что покрывает потребности местного рынка, чтобы избежать некого дисбаланса? Ну я скажу, что по говядине, допустим, у нас рынок открытый, по курице вот у нас наблюдаются большие, как бы, так скажем, инсинуации, потому что мы не обеспечены. И в этом наша вся проблема, то есть мы зависим от США. А какие-то основные причины, почему мы не можем обеспечить себя нормальным куриным мясом? Я считаю, что на сегодняшний день в государственном созданы условия для того, чтобы заниматься этим бизнесом. Но так как этот бизнес достаточно капиталоемкий, то крайне мало людей, которые из числа новых бизнесменов, которые готовы заниматься этим бизнесом, потому что они его не знают. А действующие бизнесмены, которые уже в этой отрасли, их порядка 50, они уже заняты все максимально, то есть они растут, развиваются. Но этого недостаточно, чтобы покрыть дефицит. То есть вот буквально в этом году, месяц назад ввели в строй новую макинскую птицфабрику на 50 тысяч тонн, в первую очередь 25 тысяч тонн. Но она закрывает уже 30% всего импорта. Таких птицфабрик нужно еще 2-3, чтобы полностью избавиться от импортозависимости. Найдите 2-3 бизнесмена, государство готово профинансировать, я считаю. Потому что все программы сейчас на это рассчитаны, и субсидии, и так далее. Дело просто в отсутствии бизнесменов, которые готовы пойти в этот бизнес, я считаю. Ну, любой бизнесмен, мне кажется, у нас-то деньги есть, и бизнесмены готовы, может быть, боятся каких-то, ну, скажем так, неких препонов. Вот, к примеру, ветеринарный контроль, который постоянно немного, ну, как нам кажется, кошмарит этот бизнес. Кто вообще ведет контроль за этим, и почему постоянные вот такие вопросы возникают именно с ветконтролем? Я считаю, что ветконтроль больше кошмарит он производителей крупного рога скота и крупных животных, которые используют пастбище. Потому что там дело касается перемещения, они могут заразиться друг от друга. Если касается крупных интенсивных видов производства, как то птицефабрики, синокомплексы, либо молочные товарные фермы, там влияние ветеринарного врача минимально. Потому что если ты соблюдаешь все протоколы, вакцинируешь все по графику, то никаких проблем нет. Она находится на замкнутом периметре, то есть никуда не выходит. Вопрос ветеринар, который контролирует, это именно неконтролируемое перемещение скота. То есть, почему они запрещают импорт с некоторых стран? Потому что там неблагополучная ситуация. Если мы завезем оттуда скот, то есть риск, что все поголовье в Казахстане может быть подвержено риску заражения. И мы вынуждены вообще оказаться будем без скота. То есть, ветеринар здесь на самом деле на страже интересов потребителей, в первую очередь. Против бизнесменов, но за потребителей. Я считаю, это позиция правильная. А вообще мы давали рекомендацию, чтобы ветеринарию сделали отдельным ведомством, которое не подчиняется. Потому что зачастую конфликт интересов есть у Министерства хозяйства и у ветеринаров. Вот как вы видели сюжет по заводу скота, план поставили, деньги дали, но не могут завести, потому что некоторые регионы закрыты. Ну и здесь чья правда, скажите, фермер, который хочет заниматься, либо ветеринар, который не хочет пустить зараженный скот? Вот. Я считаю, правда, на стороне ветеринарии, потому что они защищают гораздо более большие инвестиции, которые уже сделаны в отрасли. Это сотни миллиардов тенге. Ну это как бы работа, так скажем, можно охарактеризовать, что это политика, когда они запрещают воз экспорта, что с птицей, что с любым другим мясом. Ну, да, я скажу так, что в этом году у нас были некоторые, так называемые, торговые войны, да, то есть запрещали там друг у друга молоко, мясо, птицы и так далее, находили какие-то запрещенные вещества. Ну, я считаю, что это все от того, что мы недостаточно обеспечены сами своей продукцией. Если бы у нас было свое молоко, свое мясо, мы бы, конечно, в первую очередь поддержали своих отечественных производителей, потом уже пускали соседей и другие страны. Нам надо, в первую очередь, позаботиться об обеспечении продовольственной безопасности, закрыть весь импорт по молоку и по мясу птицы. У нас сейчас два основных этой проблемы. Так если закроем, что покупать-то будем? Нет, закрыть импорт имеется в виду за счет того, чтобы производить собственное, увеличить количество ферм, построить новые фермы, дать кредиты бизнес-сам. Да, но тогда сначала нужно подготовить инфраструктуру, чтобы мы обеспечивали полностью, потом закрывать. А то у нас, получается, иногда баланс смещается. Ну, я скажу так, я немного владею ситуацией. Казахстан первым никогда ничего не закрывает, то есть это все ответные меры. Если, допустим, нашу продукцию, которую мы активно продвигаем на экспорт, не пускают, то наш ветеринарный контроль, он вынужден принимать ответные меры, потому что мы обращаемся и говорим, почему не пускают нашу продукцию. По закону, по бумагам все нормально, но почему-то не пускают. Они начинают уже там свои игры играть, и мы потом в итоге через неделю-две получаем результат, который нас устраивает. Да, но это интересная точка зрения, да, нужно будет как-то отдельную программу сделать с вами поговорить на эту тему. Спасибо большое. С нами беседовал председатель Мясного союза Казахстана Максут Бактибаев.